Привет, друзья! В этом видео хочу рассказать вам, как прописывать ключевые слова в Adobe Bridge для стока и как делать полную трепутацию файлов. Примером, для загрузки фото на Shutterstock необходимо прописывать ключевые слова keywords и название фотографии title, но есть очень много других стоков, где надо еще и описание фотографии. На английском это description. Программа Adobe Bridge, она существенно облегчает жизнь фотостокером, экономит время более чем вдвое. У меня Adobe Bridge CS5. Заготовку для трепутации файла я обычно делаю в Word. Для подборки ключевых слов использую Shutterstock. В разделе портфолио там есть последний пункт Keyword Suggestions, у меня шаттер английский. Если у вас русский, выбираете портфолио, затем пункт ключевые слова. Там мы вводим 2-3 ключевых слова, которые наиболее описывают наш файл, нашу фотографию. Копируем их в Adobe Bridge. Предварительно я приготовила файл Word, в котором есть название фотографии, описание и ключевые слова. Открываем программу Adobe Bridge, нажимаем сюда правой клавишей один раз и у нас появляется перечень разделов, которые можно выбрать. Для активной работы, примером, я использую раздел папки, фолдер и раздел содержимое, контент. В разделе папки я выбираю место, где находятся мои файлы, но здесь посмотреть их невозможно. Поэтому я выбираю место, нажимаю на содержимое и мы видим здесь все фотографии. Как их атрибутировать? Примером, первая фотография. Быстренько копируем ключевые слова. Ключевые слова добавляем сюда. Копируем описание фотографии. Копируем заголовок. Нажимаем здесь на пустое место. Смотрим. Фотография полностью атрибутирована. Можно еще увеличить шрепт, чтобы лучше было видно. К примеру, нам нужно отрабатывать несколько фотографий. Первый пример. Нажимаем на фотографию, зажимаем Ctrl и выбираем несколько фотографий. Делаем то же самое. Копируем. Keywords. Добавляем сюда. Копируем. Описание. Description. И копируем заголовок. Title. Нажимаем на пустое место. Смотрим. Все три фотографии у нас атрибутированы. Еще есть такой способ. Если несколько фотографий нужно сразу атрибутировать, нажимаем на фотографии, зажимаем Shift и нажимаем в конце. Примером так, или так, или так. Здесь еще есть очень клевая штучка. Это сохранение нашей атрибутации, то есть создание шаблона мета-данных. Как это сделать? Примером, если мы планируем в будущем фотографировать что-то подобное на этой фотографии, и нам нужно эти ключевые слова сохранить с описанием и с названием фотографии, мы нажимаем на фотографию, нажимаем сюда, потом создать шаблон мета-данных. Что я обычно здесь делаю? Я пишу имя-шаблон на название фотографии, ставлю галочку автор, пишу автора, потом заголовок ставлю галочку, описание и ключевые слова. Еще я ставлю галочку дата создания файла. Нажимаю сохранить. Теперь, примером, нам нужно отрабатывать эти файлы, и они похожи на тот файл. Зажимаем Ctrl, выбираем фотографии, заходим сюда, добавить мета-данные. Нажимаем на пустое место, смотрим. Все фотографии атрибутированы. Здесь можно также изменить шаблон мета-данных, добавить и заменить мета-данные. Что еще здесь клево? Здесь очень клевый фильтр. Смотрим. Он показывает баланс белого, сколько есть фотографий, сколько значений диафрагмы, примером, 3 фотографии 2.8, 7 фотографий 3.5, время экспозиции фотографии, скорость характеристики ISO, создание и сами ключевые слова. Также я настроила здесь раздел «Окно» таким образом. Найлучше для стокеров это панель папки, панель мета-данные, панель фильтр и панель пути. Панель пути это здесь. Фильтр это. Мета-данные и папки я вам уже показывала. Ну, я думаю, друзья, это все. Надеюсь, вам это видео было очень информативным и интересным. Подписывайтесь на мой канал. Будем дружить и совершенствоваться. Работать над собой для достижения цели. Желаю вам всем-всем вдохновения и успехов. Пока!